Добрый вечер, в эфире спецопрограммы ГЛОН. Сегодня мое приглашение принял министр стицы Фадей Нагачевский. Добрый вечер, господин Нагачевский, очень рада, что вы нашли время в вашем плотном очень сейчас графике. Ну вот встречаемся мы с вами в режиме чрезвычайного положения в стране. Мало кто на самом деле понимает, такой режим за историю независимой Молдовы введен впервые. Что первое должны понять наши граждане? Потому что, как правило, это воспринимается большинством. Либо, как они видели в кино, что это кошмар и ужас, и по улицам будут ездить военные и все остальное, либо военное положение еще какое-то. Что на самом деле собой, для рядового гражданина, представляет режим чрезвычайного положения? Давайте начнем с того, что мы сейчас боремся с невидимым врагом. Реально есть невидимый враг, который может уничтожить нашу нацию. Это атака на нашу нацию. И все зависит от нас, справимся мы с этим врагом или не справимся. И государство имеет все инструменты, все законодательные возможности для того, чтобы лимитировать фундаментальные права, для того, чтобы бороться с этим врагом. И все зависит от ситуации. На данный момент все лимитирования прав, которые внедрило государство, они релативные, они не очень-то и агрессивные. И мы очень надеемся на то, что люди нашего государства поймут, что сейчас мы должны сконсолидироваться, солидаризироваться и понять, какие риски есть против нашей нации, против нашего государства. Если люди не поймут, то тогда у государства есть и другие инструменты для лимитирования фундаментальных прав людей, для того, чтобы перебороть вот именно вот этого невидимого противника, который атакует каждого. И представляет риск для каждого из нас в каждый день. Какие это права? Давайте говорить. Это ограничение права на свободу передвижения, насколько я понимаю. Есть разные права. На основании Европейской конвенции по правам человека гарантируется очень много фундаментальных прав. В период чрезвычайной ситуации гарантируется, или государство не может лимитировать право на жизнь, право на то, чтобы тебя не избивали, и не может лимитироваться процедуры по поводу свободы, права на свободу человека. И плюс человека не можешь сделать рабом в этом периоде, если юридически говорить. В нашей стране его вообще нельзя. Но лимитирование передвижения людей, лимитирование, регламентирование свободы слова, если вдруг появляется агрессивная, лживая информация, которая дестабилизирует ситуацию государства, есть все эти инструменты для того, чтобы стабилизировать ситуацию, для того, чтобы консолидировать людей, для того, чтобы правильно информировать, для того, чтобы приостановить быстро, чтобы распространялся этот вирус. Потому что если не предпринимаются какие-то действия, в случае, если люди не понимают, что они не должны сидеть дома, а они все-таки ходят, гуляют и не понимают то, что просит государство, то в таком случае государство имеет все возможности для того, чтобы реагировать очень и очень быстро и даже лимитировать вот эти фундаментальные права, даже ставить и штрафные санкции. Я вот пример только приведу вам. Во Франции, если ты выходишь из дома не санкционированно, либо не аргументированно, в таком случае ты подлежишь штрафным санкциям, там от 135 евро ставится за то, что ты выходишь из дома не аргументированно. Где наши люди могут ознакомиться с перечнем обоснованных возможностей выйти из дома? Есть какое-то постановление, есть какое-то решение, что является обоснованным выходом из дома, а что является уже не обоснованным и может быть наказанным? Значит, у нас сегодня рекомендуем не выходить из дома, только в случае, если у тебя карантин, в этом случае ты обязан сидеть дома. Если у тебя нет карантина, в этом случае ты можешь выходить и аргументировать. Это от каждого из нас зависит. Если вдруг человек выходит не аргументированно, ну просто он гуляет по улице, в таком случае мы увидим, что это массово происходит, в таком случае будет решение комиссии ситуации эксцепциональной, где будет лимитирование этой возможности, и мы будем позволять только авторизированно, чтобы люди выходили из дома на основании аргументации, которые будут прописаны. Как это было в Китае, Италии, Испании? Абсолютно. Как и во Франции тоже именно есть вот эти аргументации. Получаешь талон, если ты идешь на работу вот до сюда, Я надеюсь, мы до талонов не дойдем, до этих талонов. И я думаю, что, я очень надеюсь, что люди сами сориентируются и поймут, что это не для меня они делают, не для государства, не для себя, для каждого из них они делают. И в случае, если они это нарушают и не понимают, в таком случае будут и эти регламентации дополнительно выданы этой комиссией по ситуации эксцепциональной, которая была создана для регламентации, нормализации ситуации и борьбы с этим вирусом. В продолжение темы, сегодня появилась информация, что в Еловинском районе, я, к сожалению, к своему стыду забыла название этого населенного пункта села, был оштрафован человек на 25 тысяч лей, который нарушил режим самокарантина. Он должен был находиться на карантине, он вышел в магазинчик, купит себе пивка и зашел параллельно еще к соседке, посмотреть, как у нее дела. Это было запротоколировано, были свидетели, он до этого неоднократно предупреждался, что тоже было запротоколировано, был оштрафован на 25 тысяч лей. Это уже вступившее в силу, и даже вот уже человек был наказан, решение, которое было принято до сих пор. Означает ли это, что в дальнейшем будет не один такой случай, а всех, кто должен находиться в карантине, будут штрафовать вот такие драконовские, на самом деле для нашей страны штрафы. И от кого это зависит? От людей, которые не находятся только в карантине, или в том числе от эффективной работы местных органов власти и полиции? Давайте начнем с того, что есть центральная комиссия ситуации, эксцепциональ, есть и локальная комиссия ситуации, есть правительственный сайт, где публикуются все решения, которые были приняты с комиссией ситуации, эксцепциональ. Дальше вся эта информация передается через прессу. Все передают. Люди должны информироваться, и у людей есть возможность информироваться. Дальше есть административный кодекс, потому что по этому случаю был использован административный кодекс, статья, которая была введена 76-я прим в административном кодексе. И все это были люди проинформированы. Если в случае дальше люди будут не исполнять решения комиссии по ситуации эксцепционали, абсолютно, что после этого должны быть внедрены вот эти санкции. И по каждому случаю, где будет установлено, что нарушается решение комиссии, будут поставлены вот именно вот эти штрафные санкции. И мы сейчас рассматриваем и другие ситуации. Потому что если это автокарантин, то тогда этот случай административный кодекс, но если мы установим, что немотивированно люди выходят, если мы увидим, как я сказал, что много людей выходят, все сразу на улицу, но они не понимают, что нельзя сейчас гулять, и мы посмотрим, что это массивно происходит, в таком случае мы внедрим дополнительные регламентации для того, чтобы лимитировать вот эту свободу передвижения. Дополнительные запреты? Дополнительные запреты. И за этим будут следить полиция? Агенция национальной санитати публика. А там достаточно разве людей работает? Так это полиция, это Агенция национальной санитати публика, это и медицинские работники. Все эти структуры будут сконсолидированы для того, чтобы могли ставить вот эти санкции. Ну, насколько я знаю, насколько я просматривала, как работают в том числе и коллеги, и в социальных сетях в том числе, не только в эфире, и все журналисты всегда призывают оставайтесь дома, берегите своих близких, берегите свое здоровье. Поэтому, мне кажется, СМИ здесь все на стороне власти и на стороне народа с этой точки зрения, но есть много обоснованных вопросов, которые возникают в том числе и у людей, потому что это в селе все знают, кто откуда вернулся. В городах, особенно в Кишиневе, очень сложно узнать, откуда приехал тот или иной сосед, и имеет он право или не имеет право выходить из квартиры. И отследить в городе, наверное, цепочку всех контактов, с кем контактировал данный человек, будет гораздо сложнее. Какие меры будут предприниматься в этой связи? Значит, по поводу, если и за границей, сейчас же лимитировано въезд на территорию Республики Мудова. Если въехали, мы же знаем, какой там срок, могут через 14 дней только проявиться симптомы. Они если въехали 14 дней назад, то... Значит, 14 дней назад они уже записывали вот эти декларации. Хорошо, вы думаете о наших людях? Ну, все равно были записаны. И это все было регламентировано на тот момент и имплементировано на территории Республики Молдова. Потому что, я вам могу сказать, даже по Хэнче, что был тот случай, женщина, которая и приехала на территорию Республики Молдова с Италии. Там же были установлены все эти связи, с которыми она имела на территории Республики Молдова. И начали вводить карантин сначала по одним людям, потом уже ввели во все село. Потому что это все происходило постепенно, исходя из информации, которая собиралась структурами, государственными структурами. И исходя из того, сколько людей, насколько большая вот эта цепочка. Потому что вот вчера даже появился этот случай в Санжирее, когда женщина вроде бы приехала из Англии, не знаю, откуда приехала. Отпраздновала день рождения. И отправдновала день рождения. И там находится город под карантином из-за того, что женщина отпраздновала день рождения. Значит, мы даем все эти нормы, нормативы, и они внедряются. Да, может быть, какие-то случаи уступления, они могут появиться, потому что мужем мы поставим, не хотим, мы поставим за каждым человеком полицейского. Мы сегодня даже вот рассматривали ситуацию, что если это будет массивно происходить, то мы можем внедрить и формулу через электронные монетаризированные вот этих людей, которые находятся под карантином. Если люди не поймут, то, возможно, мы дойдем и до электронного монетаризирования людей. Страна небольшая. Страна 2,5 миллиона людей. Мы с этой ситуацией справимся. И сейчас, почему мы предложили людям добровольно сидите дома? Потому что сейчас намного легче, если люди сидят дома, мы сейчас очень быстро установим действия, эти очаги инфекции. И тогда вся структура медицинская таргетирует вот эти очаги инфекции. Мы очень быстро освобождаемся от этого вируса. Если мы посмотрим, что люди не понимают этого, они себя чувствуют три дня хорошо и начинают гулять, то в таком случае мы все равно внедрим драконические санкции для того, чтобы мы обязали этих людей, чтобы они сидели дома, потому что это важно именно для того, чтобы мы могли именно уследить все очаги, заблокировать эти очаги, вылечить эти очаги, чтобы мы вошли в нормальность побыстрее. Потому что никому не хочется, чтобы вот этот период длился месяцами. Это нехорошо, это ни к чему хорошему. Мы заболеваем, если потихонечку происходит все. Поэтому мы должны реагировать очень-очень быстро. Ряд юристов, в том числе и в моей студии, и в том числе и хорошо известные вам люди, говорили о том, что когда был только красный код эпидемиологической опасности, уже частично использовались положения закона о чрезвычайном положении. Вы согласны? Значит, по Красному кодексу были использованы положения закона «Куприверилосправегерия дестата с аннотацией публичи». Там, начиная от 54-й статьи и выше до 61-й, если я не ошибаюсь сейчас, потому что нет статьи передо мной, там были указаны, какие меры могут предпринимать структуры власти для того, чтобы бороться с этой эпидемией, для того, чтобы предупредить ее распространение на территории Республики Молдова. Значит, власти использовали все свои компетенции, исходя из законодательных норм. То есть вы не превысили в тот момент норму положения санитарного кодекса? Вы считаете, что не было? Я уверен, что не было никаких нарушений на тот момент. Более того, я могу сказать, что такие нормы были внедрены разными европейскими странами до внедрения чрезвычайного положения. И это нормально. У государства должны быть все инструменты, и она имеет все инструменты для того, чтобы бороться с эпидемиями. Для этого и есть государство. Я понимаю позицию адвокатов, потому что они рассматривают только с системной позиции. Есть нормы, они читают нормы отсюда до сюда. Не понимая, что это является государством и в чрезвычайных положениях, даже не задекларированных как декларация о чрезвычайном положении, у государства есть возможность использовать чрезвычайные нервы. У вас же были основания раньше ввести предложение о введении чрезвычайного положения? Давайте я вам так скажу, что в других странах, даже во Франции, это 17 марта было задекларировано, и у них были сотни случаев заражения перед тем, как они задекларировали это чрезвычайное положение. Почему оно вводится потихонечку? Вы понимаете, чрезвычайное положение это означает лимитирование, очень агрессивное лимитирование фундаментальных прав. Для того, чтобы ввести, ты первое, должен попробовать предварительные меры, второе, это подготовление людей, они должны понимать, что будут лимитированы эти права. Для этого сначала ты должен потихонечку лимитировать эти права и информировать людей, подготавливать их к этой ситуации. Потому что это сложная ситуация для страны и для фундаментальных прав. И если бы сразу ввели чрезвычайное положение, то это было бы просто шоком для всех. А сейчас люди тоже должны принять это. Мы государство, но в том же случае у нас тут люди. Простите, немножечко поспорю, потому что я не знаю, как это происходило за пределами Кишинева. Я видела, что происходило в Кишиневе, когда сразу закрывали рынки, автовые базы в том числе закрывали и штрафовали. И за двое суток закрыли все, и на выходные даже общественный транспорт весь прекратили. Ну, это кушать. За три дня Кишинев практически блокировали. Я хочу сказать, что для нас уже вот так выглядело чрезвычайное положение. В конце концов, так были выборы в это время. А потом, только во вторник, парламент принял декларацию о чрезвычайном положении, закон о чрезвычайном положении. Поэтому у меня и возникает вопрос, что определенные пункты из закона были внедрены раньше, чем парламент проголосовал непосредственно за статус чрезвычайного положения в стране. Или нет? Значит, посмотрите, закон прервался в праве гереди статус аннотации публично. Да, эта ситуация для многих непонятная. Как оно действует, законодательство в этих случаях? Еще раз говорю, есть 54-я статья Конституции Республики Молдова, которая дает какие-то полномочия. Есть закон прервался на татя публика. У нас очень много конвенций, организаций мандиала с аннотацией, которые рассматривают, как должны власти себе вести, тем более в случае эпидемии. И там указаны вот эти протокола, которые всегда внедряются с консультацией, включая и с ОМС. А Агенция национала саннотати публика, плюс Министерство здравоохранения всегда в контакте именно с этим, с ОМС, с представителями ОМС. И они работают вместе и внедряют и в зависимости от ситуации каждый пункт действий в случае эпидемиологической ситуации. Чрезвычайное положение – это не то, что вы говорите, что закрыли магазины. Нет, это не только в чрезвычайных положениях можно закрывать магазины. Магазины – это элемент, который можно и до декларации чрезвычайного положения. В чрезвычайном положении, как вы сказали, может случиться, что если люди не слушаются, то даже и армию можно позвать, чтобы она гуляла. Можно запретить людям выходить и ставить штраф, что он выходит из дома. Вот эти элементы самые-самые серьезные. В чрезвычайных положениях там уже можно через эту комиссию ставить штрафные санкции, устанавливать, потому что в таком случае уже ты даешь комиссии законодательные возможности и исполнительные. Если до сих пор она имела исполнительные возможности, сегодня у комиссии есть и законодательные возможности. Это означает, что она может устанавливать даже штрафные санкции, устанавливать, что является нарушением. Как этот штраф забирается, если оно нарушается, и кто исполняет. Это вот сейчас сконцентрировано все эти полномочия у этой комиссии. А выборы можно проводить? Так закон был изменен в этом смысле, что мы оставили запрет на проведение выборов в случае чрезвычайной ситуации. Вы оставили или в парламенте были против? Я попросил, чтобы вытащили, потому что там было очень много полемик. Они считают, и они пытались политизировать. Исключить из нормы закона вот этот запрет. А его не было? Нет, есть запрет. А запрет был? Не было разрешения на проведение в чрезвычайное положение. Зачем нужно было? Что было в том законе недостаточно для того, чтобы его менять? Давайте я вам так скажу. Я до сих пор не понимаю, почему есть такой запрет в законе. Ну как? Вы же только что говорили, что люди должны оставаться дома. В случае, если они не будут оставаться дома, их надо штрафовать. Выборы – это большое количество людей проходит через один и тот же избирательный участок. Соответственно, с точки зрения медицинской, эпидемиологической, это повышенная зона риска. Вот я вам сейчас объясню, что есть разные типы ситуаций, чрезвычайных ситуаций. Сегодня у нас эпидемиологическая, чрезвычайная ситуация. А в случае, если там натуральная, чрезвычайная ситуация – засуха. В этом случае мы должны запрещать право на выборы людей или не должны запрещать право на выборы? И в этом случае, почему я думал, что правильно исключить, потому что есть же комиссия, ситуация эксцепциональная. А еще и землетрясение. Будем проводить выборы в землетрясении? Это зависит от ситуации. Может быть, оно 5-6 градусов, есть, упали несколько домов или оно растрескалось. Но в таком случае мы должны не проводить выборы в случае даже землетрясения, которое не является по 10-бальной шкалу. И это нет у умерших, а просто государство посчитало, что все-таки для законсервирования ситуации лучше ввести локальные, чрезвычайные ситуации. То есть ваша личная позиция, что чрезвычайное положение не должно мешать вот такому праву? Нет, нет. Значит, чрезвычайное положение может мешать этому праву, но это право должно быть регламентировано в зависимости от типа чрезвычайного положения. Вот в случае эпидемии задекларированное, то решение комиссии должно быть, чтобы запретить, если мы говорим в этом случае. Да, должны быть запрещены на будущие выборы в случае эпидемии. В случаях, если натуральное чрезвычайное положение, то комиссия должна посмотреть, вот этот тип чрезвычайного положения должно быть лимитировать право на выбор или не должно, потому что это тоже фундаментальное право. И его лимитировать во всех случаях, по-моему, это неконституционно и неконвенционно. Я не хочу, я надеюсь, что мы не дойдем, чтобы мы прожили другие типы чрезвычайных ситуаций. Но в случае, если до этого дойдет, я думаю, даже сам парламент себя спросит, а стоит ли лимитировать вот такое право фундаментальное людей вообще системно? Чрезвычайное положение, значит, не должны происходить выборы. Сегодня да, сегодня эпидемия, сегодня контакт не должен быть. А если контакт возможен, то в таком случае не знаю, если оно правильно, чтобы было системный запрет. Мне кажется, что чрезвычайное положение является собой не только ограничением свободы и прав граждан, не только особым режимом управления государством, но еще и особым режимом финансового администрирования. И в случае чрезвычайного положения, наверное, независимо от того, по какому поводу оно было объявлено, финансовые средства лучше тратить не на выборы, а на граждан поддержку социально уязвимых слоев и решение максимально быстрой проблемы, чтобы выйти из режима чрезвычайного положения. И вот с этой точки зрения, конечно, выборы тоже никому не нужны. Госпожа Браковский, в этих ситуациях у комиссии есть все полномочия для того, чтобы решать, что важнее, перераспределять деньги на борьбу с чрезвычайным положением, натуральным, вот даже если мы сейчас говорим в теории, либо гарантировать права на выборы. И в этом случае комиссия рассматривает, нам хватит денег для того, чтобы гарантировать и право на выбор, и для того, чтобы справиться с ситуацией, или мы должны все-таки таргетировать только чрезвычайное положение и лимитировать право на выбор. Мы должны решать в чрезвычайном положении по каждому фундаментальному праву в зависимости от ситуации. Его нельзя лимитировать в абсолютном смысле, потому что в абсолютном смысле нельзя по Европейской конвенции входить в право на жизнь, как вам сказал третья статья, чтобы не избивали тебя, право на свободу и право, чтобы ты стал рабом. Вот эти права нельзя никак лимитировать, и не можешь ни думать, ни передумывать, стоит ли или не стоит ли. А по поводу права на выбор, если у комиссии даешь эту компетенцию, она решает, стоит ли или не стоит ли проводить эти выборы. Это не означает, что они происходят. Но я не думаю, что в законе должно быть именно в этом указании абсолютный запрет на проведение выбора. Где аналогика? Это не означает, что должны быть выборы. Но запрет это же системный, это не является на чрезвычайное положение. Я понимаю вашу позицию, хотя мне очень сложно представить в режиме чрезвычайное положение выборы. Скажите, пожалуйста, в парламенте спрашивали вас, спрашивали, по-моему, господина Болю, хочу понять еще раз, что означает в пунктах, в статьях 20-24, если я не ошибаюсь, еще какой-то, когда было добавлено Шиалт и так далее. Другие меры. Другие меры. Что означают эти другие меры? Читаете ли вы, что в законе не прописаны все допустимые меры для решения ситуации, не прописаны все полномочия? Там написано, насколько я помню, о полиции в этих статьях, о комиссии и так далее. Что означают вот эти другие меры? Какие меры мы можем ждать? Изменение полномочий, увеличение полномочий полиции, например? Значит, у комиссии и так есть возможность устанавливать нормы запретительные, устанавливать санкции. Но мы открыли вот этот список полномочий комиссии для того, чтобы прогарантировать, что комиссия сможет действовать быстро и внедрять любые меры, которые понадобятся для того, чтобы сконсервировать ситуацию. То, что было указано в законе, оно не хватало. Вот я читал, я рассматривал разные ситуации и думал, вот в этом случае, как мы должны действовать? Есть ли дополнительные полномочия? Есть ли возможность вводить какие-то дополнительные меры через эту комиссию или нет? А хватит ли возможности парламенту, чтобы собрались для того, чтобы ввели дополнительные полномочия для этой комиссии? Сможет ли парламент собраться для того, чтобы изменить закон на тот момент, если понадобится быстро? А для того, чтобы изменить закон через системную процедуру, в таком случае нужно проводить консультации публик, разная виза в тех структуре, если мы идем через обычную процедуру. А через комиссию у тебя есть возможность быстро и быстро реагировать и ставить список, закрытый список полномочий, это намного опаснее, чем ставить их открытым. Потому что у нас впервые введена, как вы сказали, эта чрезвычайная ситуация, и мы не знаем, с чем будем сталкиваться, потому что таких ситуаций в принципе в мире не очень-то и было до сих пор. И в этих случаях у государства должны быть все возможности быстро и очень быстро действовать, если мы хотим справиться. Потому что иначе не можешь ты в закон установить все случаи и все ситуации, которые могут появиться при чрезвычайном положении, для того, чтобы установить, что вот столько-то отсюда до сюда должна работать комиссия, для того, чтобы справилась с чрезвычайной ситуацией. Поэтому мы и открыли список, который полномочий. Почему увеличили с 30 дней до 60 дней? Насколько я помню, первое решение правительства было все-таки предложить... Не было решения правительства. Не было? Значит, это было предложение. Предложение, а почему увеличили... Ну, в принципе, установили, что должны... Да, я посмотрел потихонечку, потому что мне тоже журналисты спрашивали, я посмотрел, на самом деле я продекларировал 30 дней. Но из дискуссий, которые мы имели с медиками, с комиссией ситуации эксцепционали, они говорят, что все равно мы за 60, даже за 60 дней очень маловероятно, что мы справимся с ситуацией, либо мы должны очень сконсолидироваться для того, чтобы мы за 60 дней справились. И мы исходили еще из практики международной, плюс ОМС, которая говорит, что это происходит за трех месяцев. Ну, международная наша сессия объявила на 15 дней, на 30 дней, а мы на 60. Ну, в любом случае, мы сказали, что давайте предложим все-таки, когда решение правительства было написано, давайте все-таки указом, что 60 дней, а парламент в своих дискуссиях они решат 30 дней или 60 дней, потому что это предложение от нас только исходит. По-моему, предложение правительству как раз было в понедельник 30 дней, а парламент уже во вторник, премьер-министр, озвучил 60. Нет, значит, решение, которое было отправлено парламенту Республики Молдова, было указано 60 дней, не 30 дней. А на заседании говорили про... Я продекларировал, я сказал 30 дней, я там все по-быстрому, все происходило, потому что как в чрезвычайном ситуации. И в принципе... Но у вас есть вот эти медицинские рекомендации, на основании которых, в случае, если ситуация выравнивается раньше, чем за 60 дней, вы выходите точно так же с инициативой парламенту остановить режим чрезвычайного положения. Значит, мы решили, что мы предложили 60 дней правительства. Я почему это уточняю, вы же видели уже и политические комментарии о том, что вы просто посчитали, что за 6 месяцев до президентских выборов нельзя распускать правительство ни при каком раскладе. И как раз эти 60 дней замечательным образом укладывается. Госпожа Бураковский, я... Видите, я вам в лицо вам все это... А я вам политически, даже юридически объясню, что есть решение Конституционного суда еще 2015 года, где эта норма, на которую ссылаются все с Конституцией Республики Молдова, она отключена Конституцией Республики Молдова, где указано, что в течение 6 месяцев до президентских выборов можно производить парламентские выборы. Это есть такое решение Конституционного суда еще 2015 года. То есть те, которые вот так утверждают, тоже распространяют так называемые фейк-ньюс? Ну, хорошо, я могу сказать, что это жудикаты де валуари, как оно называется. Ну, без... Ну, это их видение ситуации с политической точки зрения. Двоеверистотремнение. Ну, это не тремнение, двоеверистотремнение. Я ссылаюсь на решение Конституционного суда, и я всем рекомендую. Прочитайте решение Конституционного суда 2015 года. Потому что вот таких полемик столько уже было и ранее по поводу этих 6 месяцев. То есть того периода, когда считали, что страна была захвачена в государстве. Ну, ладно, мы с вами прервемся на рекламу, и дальше у нас есть вопросы другого плана, тоже связанные с чрезвычайным положением. Реклама на 21-м канале, оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию. Напоминаю, в эфир спецвыпуск программы «Главное». Сегодня у нас в студии министр юстиции Фаддино Григочевский, господин Григочевский. Опять о чрезвычайном положении спрашивать буду, потому что есть распоряжение, в котором говорится о фейк-ньюс, о роли СМИ, о роли распространения неверной информации. Как определить, кто будет определять, верная или неверная, достоверная или недостоверная информация. В том числе я, так сказать, шкурно заинтересована, что в том, что если кто-то в моей студии будет излагать свои мысли, не будет ли этот человек потом обвинен в том, что он распространяет фейк-ньюс. Давайте сначала докончим вопрос по поводу того, что Конституционный суд в течение шести месяцев указал, что можно проводить выборы. Вы против такой формулировки или не против такой формулировки? Возможно ли производить выборы в последние шесть месяцев? Если Конституционный суд указал, и это норма решения Конституционного суда не аннулирована, мы говорим про спекуляции, политические спекуляции, что это делается, вот чрезвычайное положение введено для того, чтобы блокировать какие-то выборы. А у нас есть решение Конституционного суда, никем не аннулировано. Вы думаете, что кто-то хочет аннулировать то решение Конституционного суда? Мы ввели это, не мы, в парламент Республики Молдова, потому что правительство только предложило 60 дней. А парламент решил, что это обосновано, и оно обосновано тем, что на основании практики за 60 дней, возможно, очень сложно перейти через, или перебороть вот этот вирус. Более того, у парламента Республики Молдова есть возможность в любой момент прекратить вот это чрезвычайное положение, потому что это указано в законе. Если мы справляемся за 15 дней, в этом случае оно аннулируется сразу после 15 дней. И дай бог, чтобы это произошло, чтобы мы через 15 дней имели возможность пойти в парламент и попросить аннулировать вот это чрезвычайное положение. И это, в принципе, возможно за 30 дней, если люди именно поймут то, что требует государство от них оставаться дома для того, чтобы мы установили очаги, перебороли эти очаги, и за 30 дней возможно даже вернуться в нормальность. Но это зависит от каждого из нас. И тут вот именно политизировать, находить какие-то конспиративные теории вокруг этих норм, ну, я не знаю. В политике всегда политизируют все вопросы. Я возвращаюсь к тому, что такое фейк-ньюс, и какие есть параметры определения, это реальная новость или это фейк-ньюс, и сохраняется, и будет ли хотя бы частичная цензура, потому что если человек высказывает свое мнение у меня в студии, или я что-то говорю, я должна понимать не только свою ответственность за то, что я говорю, или говорит гость моей студии, но и насколько будет объективно оцениваться то, что мы говорим. Мы имеем право вообще сейчас на свое мнение, или мы должны просто повторять официальные позиции, пресс-релизы и все остальное? Значит, регламентации до сих пор пока нет по этому вопросу. СИП представил 52 сайта, да? СИП действует на основании своего закона. Наверное, у них какие-то были критерии, по которым они эти сайты отбирали. Это они работают на основании системной нормы, на основании своего закона, указанного, который принят парламентом еще много-много лет назад, и они используют ту норму. До сих пор нету положения от комиссии, которая была лимитирована, либо регламентировала свободу слова. В любом случае, если будут такие регламентации, оно будет для того, чтобы мы установили ясно, что являемся фейком, что не является фейком. И не просто фейком, а фейк, который может привести к тому, что дестабилизируется ситуация паника. Плюс для этого, если вдруг будет внедрена такая формулировка, будет институции, которые будут имплементировать вот эти нормативы, которые будут установлены, и тем, которые будут подпадать, смогут попросить разъяснение от тех институций, которые будут, скажем, по консилю аудиовизуалу. Если будет внедрена такая норма, то все равно консилю аудиовизуалу будет работать с этой нормой, и он будет давать эти разъяснения для масс-медиа, чтобы они знали, как себя вести в этих ситуациях. И даже если им поставят такое нарушение, вот штрафную санкцию, или, я не знаю, какую-то от консилю аудиовизуалу, то эти масс-медиа, они будут иметь возможность обратиться и в суд для того, чтобы сбалансировать ситуацию. По чрезвычайным ситуациям судьи могут работать. И по этим вопросам мы тоже, в конце концов, можем рассмотреть, чтобы им дать возможность рассмотреть. то, что суды должны будут разбираться. Потому что, насколько я помню решение... Там есть эта ситуация. Есть, да? То, что связано с чрезвычайной ситуацией, они рассматривают эти вопросы. А в обычном режиме они не работают? Нет, они работают только по лимитированным категориям дел. Вот, скажем, если человек находится в аресте, либо ему просто поставили арест, даже если он не находится на территории Республики Молдова, мы с вами друг друга поняли, говорим об Кагульской апелляционной палате. Такие дела рассматриваются. Рассматриваются все равно. Потому что там есть мера обеспечения ареста. Вас обвинили в том, что вы вмешиваетесь, вы это видели. Поэтому я считаю, что будет правильнее дать вам возможность ответить на эти обвинения, которые тоже были публичные, в том числе они были показаны в ряде СМИ. Поэтому я считаю, что будет правильнее, если вы сможете ответить. Почему это дело все-таки рассматривалось, если суды в принципе не работают? Только по срочным делам. Три года не было срочности, а вдруг сейчас в режиме чрезвычайного положения стало срочное решение. Они попытались, значит, в решении комиссии указано, что если назначена мера обеспечения ареста, в таком случае дела рассматриваются. Там мера обеспечения ареста, как я знаю, есть. И в таком случае дело подпадает под решением комиссии. Из того, что я читал из пресс, я понимаю, какую схему попытались защита Шора использовать. И началось рассмотрение дела, и они дали отвод судье. И уже сказали, так, а отвод не указан в решении комиссии, значит, по этому вопросу мы должны отложить рассмотрение дела. Но такая формула имплементирования решения комиссии ситуации эксцепциональной. Но это называется беспредел, это неправильно. По моему мнению, я считаю, что судьи правильно себя повели, что они начали рассматривать, рассмотрели и отвод, и после этого они вернулись для того, чтобы рассматривать дальше это дело. Оно не подпадает под запретом рассмотрения. Так что, извините, но я уверен, что там просто банальная спекуляция со стороны защиты и депутатов от партии Шор. Еще раз возвращаясь к фейк-ньюсу, цензуре. Нам цензуру ожидать? Но это не цензура, это регламентация. Цензура – это запрещено, цензуру делать. А регламентировать высказывания для того, чтобы гарантировать борьбу с... Обычные законы, насколько я понимаю, в режиме чрезвычайного положения либо не работают, либо работают частично. Теперь, нам говорят о том, о борьбе с фейк-ньюс, начиная от сайтов, но предупреждают и СМИ, что если вы будете распространять заведомо ложную информацию, будут большие проблемы. Диантологический кодекс указывает, что все журналисты, прежде чем выдать какую-то информацию, должны ее сверить либо в двух других источниках, либо получить ее от первого источника. Когда я говорю в программе о том, что сказал господин президент, я лично смотрю, что он говорит, конспектирую и готовлю в редакции. У меня всегда есть нарезки для того, чтобы подтвердить, что я использовала прямую цитату. То есть я считаю, что я действую в рамках закона. Но в ряде СМИ появилась информация про политика, о том, вы сейчас догадаетесь, о чем я говорю, про Майя Санду, о том, что она написала письмо в Европейский Союз с требованием ввести эмбарго против Республики Молдова. Петр Михайлов, официальный представитель, глава делегации ЕС в Молдове, опроверг эту информацию, сказал, что это является отвратительное, полностью выдуманное, необоснованное учреждение. Обычный закон, если не работает, работает закон о чрезвычайном положении. Это фейк-ньюс был распространен? Или если он не касается коронавируса, это не имеет смысла? Именно. Это должно быть связано с коронавирусом. Мы говорим про распространение информации, которая влияет на борьбу с коронавирусом. Все остальное работает системные законы. А какие-то есть ограничения по медицинским рекомендациям? Кто имеет право давать какие-то медицинские рекомендации гражданам относительно коронавируса? Допустим, неуполномоченные, не медики, не представитель ВОЗ, не представители Министерства здравоохранения, не имеют право давать рекомендации? Но они в нормальных случаях не имеют права давать рекомендации, так как в этом случае они могут поломать здоровье человека. Не то, чтобы только в чрезвычайном положении. Поэтому есть системные законы, которые устанавливают, кто имеет право давать такие рекомендации. И ни сегодня, ни завтра, ни вчера не имели право давать такие рекомендации. И в случае, если вот такие есть, человечки, которые делают такое, и мы установим, что это большая проблема, возможно, мы дадим дополнительные нормативы со стороны комиссии ситуации экшепсиональной, чтобы их санкционировали не только с этической точки зрения, но и финансово санкционировали для того, чтобы они понимали, что они могут только навредить человеку, а не помочь в этом случае. Я смотрю, что уже начались послабления. Мы с вами об этом частично сегодня говорили. Определенные виды деятельности будут возобновлены, разрешены, при условии, что они будут придерживаться карантинных мероприятий на своей территории. Дмитрий Барбулат, известный экономический эксперт, финансист, посчитал, что приблизительно за буквально неделю без работы осталось 250 тысяч человек в Республике Молдова. В основном это люди свободных профессий, мелкие предприниматели, те, кто работал по патенту. Да, это адвокаты, нотариусы, медиаторы, 16,5 тысяч человек патентов, 117 тысяч работников, 6,5 тысяч малых предприятий, 111 тысяч работников, 48 микропредприятий и так далее. То есть это будут ли вводиться и для них постепенные послабления? Рассматриваются ли эти вопросы на комиссии? Давайте начнем с нотариусов. Нотариусы могут работать в исключительных случаях, которые они устанавливают вместе со своим клиентом. Если приходит человек, либо звонит нотариусу, и говорит, у меня горит такой случай. Нотариус, исходя из ситуации, он может действовать, он может на работу выходить, и не проблема. Плюс нотариус, скажем... Его не оштрафует, полиция в курсе. Конечно. Нотариус, скажем, кредит нужно для кредитования вот этих экономических агентов. Нотариус должен быть подключен. И это указано даже в решении, что нотариус должен, имеет право выходить на работу. По поводу адвокатов. Адвокаты, они... Это не только же, как вам сказать, идти в суд. Адвокат может и консультировать. Есть такие возможности у адвокатов, чтобы они работали дальше. Более того, по арестам, по ситуациям, где и есть происходят разные процессуальные действия, то адвокаты имеют право работать, и они работают. По поводу судебных исполнителей. Судебные исполнители только по трем категориям дел, они не работают. Вот приостанавливаются дела по поводу выгонения людей из своих квартир. Там по поводу, чтобы забрали штрафные санкции, либо для исполнения решения, чтобы брали от зарплат людей, дебиторов. Деньги вот эти приостанавливаются. А все остальные дела не рассматриваются потихонечку, исходя просто из гарантии карантинного режима. Вроде по поводу разведенных женщин. Дела по алиментам все равно должны рассматриваться и выполняться. Они вроде бы... Они там по этим алиментам... Потому что там дети в алиментах. Вот, об этом я вас истрашиваю. Они не рассматриваются. Потому что если дети... Вопросы связаны с детьми, то эти дела рассматриваются и дальше. Поэтому нет вот этого лимитирования абсолютного. Вот даже, извините, что я... Папа, вот он каждый день едет и сидит у себя на работе, исходя из карантинного режима. Имеет свою маску, там, руки, вот все это. Но он сидит и работает дальше. Потому что у адвоката не то, что... Адвокатские бюро не закрываются. Они имеют право присутствовать у себя в офисе, их не оштрафуют. А какая проблема, чтобы они находились у себя в офисе? Хорошо. Ну, у нас просто навели в Кишиневе сначала страху на всех. Все позакрывали, а сейчас очень сложно люди входят обратно в ситуацию. Поэтому у меня и такие очень простые вопросы, чтобы люди понимали, что они имеют право на свою деятельность, на добывание своего куска хлеба. Это не впадает в ограничения. Хотя тоже у них есть прямой контакт с клиентами, в том числе у них в бюро. Ну, давайте я вам так скажу. У адвоката есть такая возможность, если он хочет... Первое, есть карантинные меры полтора метра. Но если другие возможности, адвокат же может со своим клиентом через телефон, через скайп. Это не обязательно, чтобы была прямая дискуссия. Плюс это же можно через договор заключить. Я так думаю, что адвокат, учитывая их гонорары, наименее потерпевшие категория в этой ситуации. Ну, все так говорят. Не все адвокаты имеют очень большие гонорары. Я знаю, я тоже из адвокатуры прихожу, я знаю, что многие адвокаты живут не так уж и хорошо, как говорят люди. Это создалось мнение, что адвокаты богатые нации. Но оно не так уж и происходит. В тележурналистах и обо всем остальном. Хорошо, вопрос у меня есть еще такой. Вы написали в своем странице в Фейсбуке о том, что несмотря на чрезвычайное положение, реформа юстиции продолжится. И судьи будут все-таки не должны расслабляться. Чрезвычайное положение не освободит их от этих жидкатур, дин вина, которые у омени, а честные ставят в сферу, вы распустили, conform лечи, жокур, если термина. Что вы имеете в виду? Расскажите, пожалуйста, на что вы сейчас видите работу? Значит, проекты законов, они продолжаются. Мы работаем над ними и дальше. По поводу проекта законов, даже по регрессу, вот даже сегодня мы рассматривали на уровне правительства. Мы ждем авизы еще от пару структур, для того, чтобы проводили через правительство Республики Молдова. По поводу даже этого джемени мы подаем, уже подана ревизия в Высшей судебной палате. Значит, по каждому случаю мы действуем и будем действовать дальше, не будем останавливаться. А реформа юстиции, о которой мы с вами говорили в прошлый раз в этой студии, она продолжается? А как иначе? А зачем? Вы имеете в виду, а когда мы разговаривали? Когда вы только выступили с первым концептом. Нет, мы поменяли концепт, но мы все равно идем дальше с реформой юстиции. Обязательно, иначе не может быть. Не останавливаюсь ни на секунду. Пока судьи, которые ломали жизнь людям, не уйдут из системы, мы не остановимся. Пока судебная система не войдет в нормальность и начнет работать, исходя из ее принципов, и исходя из того, что она должна делать для государства, иначе не может быть, и они не должны ждать послабления от государства. И они должны понимать, что все эти игры, с этими принципами международными, у государства есть все инструменты вернуть в нормальность, если мы констатируем, что одна ветвь власти забыла, что она является частью государства, и забыла о своих фундаментальных обязанностях. Потому что они всегда ссылаются на принцип сепарации. Но они забывают, что около принципа сепарации есть и принцип взаимоинтеракционии. Ветви властей, если парламент Республики Молдова устанавливает, что одна ветвь власти сходит с ума, в таком случае у государства, у парламента, в парламентской республике есть возможность войти в эту ветвь власти и поменять правила для того, чтобы установить нормальность. Скажите, насколько будет, учитывая, что все-таки удар по бюджету будет, удар по каждому финансовому, я имею в виду, будет, насколько будет нормально продолжить финансировать партии из бюджета? Может быть, это ваше личное мнение, может и не отвечать на этот вопрос. Не было бы разумнее изменить или приостановить действие этого закона на период чрезвычайного положения, высвободившиеся финансовые средства, перевести, допустим, на повышение зарплаты врачам или на компенсацию, не знаю, для матерей-одиночек, оставшихся без работы. Ну, учитывая ситуацию. Опять же, все зависит от того, какие деньги находятся в бюджете Республики Молдова. Главный казначей Республики Молдова – это министр финансов. И министр финансов понимает, какие экономические возможности есть у правительства Республики Молдова, у государства. Вот сегодня мы тоже, опять же, рассматривали разные формулы для того, чтобы мы помогали экономии государства, плюс экономическим агентам. Вот этот элемент, я думаю, у министра финансов, который знает цифры, который знает реальные возможности государства, он должен рассмотреть в зависимости от ситуации. Опять же, индивидуально он должен понять, это является ли формула экономии денег, которая бы помогла перебороть вот именно этот вирус. Я думаю, он услышит эту позицию, он тоже будет рассматривать. Ну вот, я здесь проношла анексу номер 8, ла хатарире Комисии Электральной Центральной, номер 35-58, дин 13 января. Сума субвенциалу тоталь, пенту января-децембре 2020, 7.346.704 лей. Ну, за два месяца это получается где-то полтора миллиона лей. Я думаю, они будут не лишние. Я думаю, Минфин рассматривает сейчас разные формулы, и он знает очень хорошо, какие цифры, какие деньги, и куда они поступают, и где можно лимитировать, перераспределять деньги в случае... Ну, я просто думаю, что, наверное, когда мы говорим о лимитировании прав граждан, наверное, должны говорить о лимитировании прав партии и чего-то еще, потому что... Ну, партия же тоже люди. Вот именно. Тем более, что раз... Как вчера у меня в студии был Виктор Парликов, который сказал, что неординарные времена требуют неординарных решений. Так, иначе не может быть. Мы должны понимать, что сегодня государство находится под ударом, и мы сейчас должны использовать все меры для того, чтобы перебороть. И где есть возможность где-то экономить, где-то брать какие-то деньги и вставлять на другие требования, то мы должны использовать все эти возможности. И я думаю, что в зависимости от ситуации мы будем рассматривать, включая и эти положения и законодательных норм, которые есть на территории Республики Молдова. Все зависит от того, какая ситуация экономическая на территории Республики Молдова. Но пока у Минфина я смотрел, я просто сегодня присутствовал на заседании, и я вижу, что у них очень и очень хорошие планы, и в принципе анализы у них довольно-таки хорошие, где-то даже драконические, для того, чтобы было возможно перебороть и для того, чтобы мы не вошли в какой-то коллапс экономический. Министр финансов я, он даже вот сегодня, у меня чуть ли не вот именно вот это... Господин Пускуца умеет считать деньги, он был... Борьба была по этим вопросам, потому что я со стороны Министерства юстиции одни видения, у него свои видения, мы даже чуть-чуть вот эта конфронтация, полемика пошла. Я потом вышел после этого соседания, полчаса продумал, проанализировал его позиции, я посчитал, его позиции это правильно, исходя из нынешней ситуации. Значит, у него, я думаю, очень-очень хорошие правила, и он старгетировал свое поле деятельности, и он действует довольно-таки правильно, так что того, что я... Никакой боязни нет у меня, что мы войдем в какой-то экономический коллапс. Я уверен, что мы пройдем эту ситуацию, и государство не пропадет, и экономическая ситуация у нас не войдет в коллапс, мы пройдем хорошо все. Ну, мы никто не говорим про коллапс, но все говорят о том, что нас ждут тяжелые экономические времена, в том числе связанные с тем, что кризис будет на мировом уровне, не только у нас. Поэтому нас тоже заденет, но и если вы, уважаемые члены специальной комиссии, не выпустите на работу еще определенную категорию граждан, людей, то будет совсем сложно этим людям выживать. Понятно. А бюджету будет сложно справляться с пенсиями, потому что не будет поступлений, соцфонд и все остальное. Мы знаем, насколько все это взаимосвязано. Давайте тогда в заключение, потому что я обещала вас отпустить у вас еще какие-то комиссии, заседания. В заключение несколько таких четких, если можно, мыслей для наших зрителей, чтобы они понимали, что чрезвычайное положение на самом деле, это не значит то, что мы видели в некоторых других странах, что уже армия на улицах или еще что-то, но то, как будут развиваться события, зависит от нас. Да, абсолютно правильно вы сказали, что все зависит от каждого человека, от солидарности и понимания сложности ситуации. В зависимости от того, как люди себя поведут, если люди будут слышать наши рекомендации, если люди сконсолидируются и не будут жить по формуле «Моя хата с краю» в таком случае, мы это чрезвычайное положение, быстро закончится это первое. И второе, будут очень мало лимитирования фундаментальных прав. Мы не пытаемся аннулировать фундаментальные права, мы не пытаемся сейчас что-то создавать, которое было бы противоречено европейским ценностям, либо фундаментальным правам. Но если люди нас не будут слышать, то мы, возможно, будем внедрять какие-то лимитирования на этот период, дополнительные лимитирования фундаментальных прав. И поэтому я призываю всех, чтобы они читали, информировались, соблюдали все, что приходит от правительства Республики Молдавад. Это над комиссией ситуации эксcepциональной. Более того, я призываю масс-медиа, блогеров, влогеров, письменных, разных электронных масс-медиа, чтобы не дезинформировали, чтобы они пытались передавать только информацию, которая исходит от официальных структур, которые имеют сейчас все компетенции монетаризировать и имплементировать правила по поводу борьбы с коронавирусом. И плюс всех призываю не политизировать, не конспирировать вокруг вот этой темы, потому что тут нету возможности, не смысла ни в том, чтобы создавать конспирации, а смысл в том, чтобы побыстрее перейти через этот сложный период для Республики Молдова. Не мы создали коронавирус, не Республика Молдова. Все знают, откуда он пришел. Поэтому сейчас мы не должны искать, кто, где, как оно произошло. Мы должны сейчас сконсолидировать свое государство, сконсервировать ситуацию, для того, чтобы побыстрее перешли через эту сложную ситуацию, в которой находится не только Республика Молдова, но вообще весь мир. В управлении мы создали, но я помню, когда из Уханя на Украину привезли граждан Украины, как их встретили, а мы здесь были уделены, ну что же они как звери, да? Потом волна появилась и у нас. Может быть, тогда уже имело смысл задуматься о каких-то дополнительных карантинных мерах, особенно для людей, которые приезжали из Китая, Италии, других стран, где уже были случаи. Но задним умом мы все сильны, как говорится, есть такая русская пословица. Госпожа Бураковская, для нас это реально сложный, впервые этот период. Многие государства рассматривали разные ситуации. То и Германия, и Франция, и Румыния, и все рассматривали постоянно, исходя из фундаментальных прав. Это же все-таки шок для каждого человека. Ты ему говоришь, что ты не можешь летать на самолете, ты не можешь переходить за границу, ты не можешь передвигаться из дома до магазина. И все эти случаи, для того, чтобы ты их лимитировал, это же нужно подготовиться и ты морально запустить такие инструменты. И да, мы, возможно, каждая страна пыталась понять для себя сложность и вообще комплексность вот этой ситуации. Мы сейчас каждый действуем и пытаемся сконсолидироваться для того, чтобы перебороть вот эту ситуацию. И сегодня я очень рад, что в принципе не только Республика Молдова, но весь мир понимает сложность ситуации, исчез, все пытаются... Это наша цена за глобализацию, но все равно мы, по-моему, живем еще не в 21 веке, потому что у нас все равны перед законом? Да вроде бы да. Так оно указано. А перед решениями спецкомиссии? Да, конечно. Конечно, все равны. А как иначе? А служители культов? Все равны перед законом. Они выполняют требованиями? Ну, то вроде бы они указали на сайте Метрополия, если вы говорите про это, было указано, что они будут рассматривать. Ну, у нас несколько конфессий, у нас же не одна на самом деле. Я не знаю, почему все воспринимают строго православную церковь или нет. У нас несколько, у нас есть и другие, которые собираются в других молебных домах, где больше 50 человек собираются. А вы знаете такие случаи, что есть? Нет, я говорю в принципе сейчас. Ну, в принципе, мы есть. Да, мы все равны перед законом. Вы видели репортаж про ТВ или журнал других наших коллег о том, когда они пытались войти в церковь, по всему, сколько там находится человек, их не впускали, там шла служба. Внутри, не снаружи. Когда? Сейчас, что ли, это было? На этой неделе? Я не знаю, не видел. Честно, не видел. Возможно, нет, просто я не успеваю весь информационный... Я понимаю, у вас большая нагрузка. Я про это и говорю, что сейчас есть вот это противостояние, какое-то может появиться в разных элементах. И вот это не только вы говорите про конфессии. Я могу вам сказать, что и в селах тоже может быть такие противостояния. И поэтому мы, как комиссия, сейчас рассматриваем все ситуации, будем дополнять, дополнять и дополнять регламентации плюс санкции для того, чтобы мы не допускали потери контроля над ситуацией. И то, что вы нас информируете по этим ситуациям, это же важно. То, что все это передается дальше. Министерство, как оно, эдукации. Министерство эдукации должно справиться с этой ситуацией. Если нет, в этом случае она передает информацию комиссии, и комиссия уже приходит с рекомендациями, либо регламентациями. Министерство эдукации по поводу культов? Они отвечают? Это именно по поводу дискуссии, коммуникации. Министерство внутренних дел – это то, которое санкционирование. Вот тут разные структуры, и мы все консолидируемся в комиссии представителей всех министерств и разных ведомств, которые вместе информируем, передаем друг другу информацию. Плюс каждый из нас сидит на разных информационных пространствах. Почему я напомнила об этом? Потому что у нас подтвердились 6 случаев заражения тех, кто поехал в монастырь Пачаев. Вот они привезли 6 случаев, у них подтвердилось 6 случаев заражения коронавирусом. То есть этот вирус, вы знаете, он не верит ни в Бога, ни в кого. Он просто нас всех берет, кто ему приглянулся, независимо от того, в кого мы верим и в кого мы не верим. Поэтому перед законом мы все равны, наверное, вирус тоже нас не спрашивает, в кого мы верим, в кого мы не верим, к сожалению. Я считаю, что фундаментальные права человека, в том числе вера, в кого верить, верить ли вообще, по каким принципам жить в этой жизни, они неприкасаемы. Каждый имеет на это право, за исключением того, когда это уже начинает быть опасным для всего общества. Ну, вера, она не опасна. Я не говорю, что вера опасна. Я говорю о том, что когда собирается большое количество людей, которые в нарушение поехали... Да, мы об этом и говорим сейчас. Я понимаю, что тонкий лед, сейчас опять про меня какую-нибудь гадость напишут. Я ни на кого никогда не требовала ни закрытия церквей, ничего. Просто я хочу, чтобы, наверное, все были равны, выполняли те же самые равные карантинные действия, которые существуют. Я благодарю вас, господин министр, еще раз за то, что вы нашли для нас время. И вам спасибо огромное за то, что вы меня пригласили, для того, чтобы я мог тоже, конечно же, высказаться и передать какую-то информацию для народа, чтобы мы понимали, что мы хотим просто помочь этому государству, и мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы войти побыстрее в нормальность. Потому что ситуация и для меня там нехорошо. Я вчера могу сказать, в 2 часа ночи я был на работе уже. Это сложно, даже если интересно, но оно очень и очень сложно. Я тоже хочу, чтобы государство побыстрее вошло в нормальность, чтобы я вернулся к обыденной работе министра, а не работать как на пожаре. И внедрение реформы юстиции, которую мы так долго ждем, уже не первая реформа юстиции. Очень хочется, чтобы она наконец-то была более удачной, чем какие-то предыдущие. Еще раз вас благодарю. А наше связи с этим в заключение, как обычно, мне кажется, первый шок прошел, первый момент паники прошел. Давайте будем дальше адекватно выполнять карантинные меры. Не выходить из дома без острой необходимости, не подвергать дополнительному риску своих близких. Авось не работает, когда речь идет о вирусах. Ну не работает. Мы его не видим. Мы не можем предсказать, где он в этот момент находится. В этом, наверное, самая большая сложность всей этой ситуации. Берегите себя и своих близких. Увидимся с вами в понедельник в этой же студии программы «Главная». Всего хорошего. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова